Всем привет! Итак, в ближайшее воскресенье у нас стартует тренинг по каталонскому началу. Он будет... 19-го числа он стартует, как обычно, с турнира 3 плюс 2. Для того, чтобы вы поняли, интересно вам это изучать или нет, турнир на Лечесе 100-минутный с контролем 3 плюс 2. С позицией стартует вот следующий. С открытого каталона. То есть черные забирают пешку на С4. Дальше они могут ее удерживать. Жадный каталон могут не удерживать, а пытаться за то время, когда пока белые отыгрывают эту пешку, получить достаточные контр-шансы. Далее с 20-го, то есть стартует вот с этой позиции. Далее с 20-го числа и по пятницу, по 24-е сентября участники будут изучать теоретические ролики, ПЖН-файлы с материалами по следующим линиям. То есть белые играют слон Ж2. То есть вот с этой позиции у нас будут тематические турниры начинаться. Слон Ж2. И у черных масса ходов. Например, С5 пытаются продавить пешку Д4. С6, А6 и Б5. Это ходы, направленные на удержание лишней пешки С4. Есть интересный ход слон Б4. Есть ход конь С6, немедленно позволяя отыграть пешку. Впрочем, белые могут, конечно, ее и жертвовать. То есть могут сделать рокировку и пытаться играть без пешки. Там тоже очень много интересных позиций. Впрочем, конечно, ферзь А4 наиболее заманчивое продолжение забрать пешку обратно. Основные плюсы белых это мощный слон на Ж2. В этой позиции сильный слон Ж2 против слона С8, которого непросто реализовать. Каталон играют очень многие классиков полным-полно. Александр Валерьевич Калифман и мой друг Игорь Ильич Лысый, который специально к этому тренингу вместе со мной записал ролик про идеи в открытом Каталоне. Владислав Ткачев, Аниш Гири. Ну, в общем, наверху вообще в кого не ткни, практически все играли Каталон. Грещук, Александр. Как обычно, после ответов на вопросы в пятницу, которые появятся после изучения подготовленных роликов, пойдут подряд три турнира с контролем 100-минутных, с контролем 7 плюс 2, после которых будет день на разбор партии участников тренинга. Ну, не день, а на следующий день будет разбор партий. То есть, две-три партии будут ждать от участников. Ну, и после трех турниров и трех разборов снова у нас для того, чтобы набить руку в этих вариантах будет два турнира опять же 100-минутных с контролем 3 плюс 2 и 3 октября первый этап тренинга завершится ответом на вопросы, которые появятся после вот всех этих добавочных турниров. То есть, три турнира 3 плюс 2, три турнира 7 плюс 2, три разбора партий, ну, и ролики по теории плюс pgn-файлы с теоретическими вариантами к этим роликам. вторым этапом я запланировал линию с ходом после g3 слон b4 шах и на слон d2 здесь тоже есть масса ответов слон e7 слон d6 опять взяли так, виноват слон b4 шах и после слон d2 есть масса ответов слон e7 слон d6 опять слон слон бьет d2 его мы можем начать либо сразу после ответов на вопросы 3 числа сентября октября либо через неделю 10 октября третьим этапом по каталонскому началу запланирована основная линия слон e7 слон g2 рокировка изначально я думал что дам ферзь c2 но посоветовавшись опять же с Игорем Ильичем Лысым решил рекомендовать делать рокировку у черных здесь масса ходов здесь есть закрытый каталон c6 там есть ход b6 не самый лучший ход конь d7 основным является ответ dc вот ну в общем на тему рокировка у меня будет третий этап тренинга ну и в заключении у меня будет четвертым и пятым этапом анти новоиндийская защита то есть c4 e6 по сути это все в рамках каталона потому что ход g3 предполагает в случае если черные сделают естественный ход d5 предполагает уже переход в каталонское начало слон g2 потом конь f3 или конь f3 потом слон g2 значения не имеет вот но у черных есть ход слон b4 шах так называемая защита боголюбова и здесь основные ходы a5 c5 слон e7 ферз e7 и слон бьет d2 слон e7 перейдет скорее всего в каталонское начало вариант который мы разбираем на втором этапе тренинга остальные ходы имеют самостоятельное значение и конечно же играющим g3 то есть это против b6 новоиндийской защиты надо знать что делать в защите бинони то есть вот у нас следующий заключительный этап тренинга бинони с ходом g3 линии сложные интересные с взаимными шансами в обеих сторон не совсем каталон но без изучения этих линий обойтись невозможно на мой взгляд стоимость участия в тренинге у нас 2000 рублей за один этап тренинга для тех кто участвовал в пяти и более этапах других тренингов у меня были несколько тренингов по каракану практически всю староиндийскую защиту в прошлом году тренировали по волжскому гамбиту то есть участники пяти и более тренингов оплачивают за один этап полторы тысячи рублей ну и соответственно все пять тренингов оптом тоже по полторы тысячи рублей можно сразу взять то есть за семь с половиной тысяч кто заинтересовался пишите на электронную почту технический директор вам ответит что куда как переводить иностранцам которые платят в евро там тоже будет выслано сколько это примерно в эквиваленте потому что paypal там чуть-чуть больше чем в общем выводится нужно будет в общем это все к техническому директору кто заинтересовался еще раз пишите спасибо за внимание до встречи на тренинге до встречи